Опыт показывает, что отправимся мы часа еще через 2-3, в лучшем случае. Завтра нам будет еще сутки, и мы куда-то прибудем, не знаю даже куда, и даже не помню, как этот город назовут. Это мы ночью шли без фонарей, без всяких, и запилили их прямо вот. Едем сегодня на таких вот лодочках по каналу, 2 дня целиком. Наверное будет интересно, но я думаю будет очень тяжело одновременно сидеть. На другого пути отсюда нет, но есть обратно конечно, но мы обратно не хотим, поэтому будем вот здесь. Рюкзаки наши уже забрали. Опыт показывает, что отправимся мы часа еще через 2-3, в лучшем случае. Вот такая вот сегодня предстоит нам поездка. Ну мы похоже отправляемся. Хотя у нас очень мало загрузки, может просто даже не знаю, что сказать. Вот нас пытаются оттолкнуть там какими-то рычагами. Наши спутницы, девушки из Германии, студентки. На практике биологи, на практике в Адагаскаре. Одна лемуров изучает, другая вангустов в каких-то местах. Лодка гигантская, но туалета в ней нет. Что не очень хорошо, конечно. Вот такая же лодка как у нас, на углях что-то там варится. Подыскивая новые пути для туров, которые Ваня Лешуков проводит, мы думали, что бы такое интересное найти, чего нет ни в русскоязычном сегменте, ни во франкоязычном сегменте для туристов. И захотели посмотреть, каким образом можно из Мананджарии по-другому как-то, кроме как на автобусах, на асфальте, пробраться в город Нусиварика и дальше в Томасину. И у нас вариант был один, это Панголандский канал. Немножко хочется сказать о самом канале. Если вот все знают наши довольно мрачные истории нашего Советского Союза, когда мы строили, вынуждены были строить Беломорский канал, и там, конечно, был тяжелый труд, и некоторые люди погибли, то тут то же самое, та же самая история. Французские колонизаторы сгоняли большое количество местных аборигенов, и копали они этот 600-километровый канал среди непроходимых болот и джунглей. Он тянется вдоль восточного побережья Мадагаскара и, по сути, является единственным связующим таким логистическим звеном, потому что никаких дорог построить там невозможно. Мы сели, мы часть пути проехали, ну, в районе, может быть, 200 километров, если 600, это у нас два дня заняло, то есть это примерно по 100 километров в день. Очень своеобразная вот такая вот лодка, она большая, стоит мотор, охлаждение там будет видно у него водяное, наверху стоит на верхней палубе человек, вот бочка, видите, и он ведром черпает воду из канала и заливает в бочку, она самотеком бежит к мотору, таким образом охлаждает его. И вот сколько мы тут 10 часов едем, 10 часов человек таскает ведром воду. Вот там впереди хорошая такая картина идет из команды человек с ведром, и в нее насыпают люди, сдают рис. Кто будет рис, они туда ложат рис. И вот, как бы, потом сварят на всех. В общем, любопытная очень эта такая традиция. Довольно тяжелая работа, и гул стоит страшенный, вот как раз тут видно, как раз он зачерпывает, и вот так вот он все, в целый день. Ну, удобств никаких нет. В первый день мы ехали на лодке более большой, потом у нас лодочка поменьше стала уже, и не так уже удобно было развалиться. Первый день даже мне получилось поспать днем. Местное население сдает, там такое принято интересное обычай, ты должен сдавать чашку риса сухого. И вот ходит из команды человек с таким плетеным подносом, и каждый туда ложит рис, чашку риса разного. Кто-то там бурого, кто-то там круглого, кто-то длинного. У кого какой рис есть, тот и ложит. И потом отдают поварихе, она там на углях разжигает жаровню, и они варят огромное количество этого риса. Какие-то туда бобы еще кладут, ну не знаю там, что у них там есть. И подают там всем такую горку. Ну мы такое не стали делать, у нас и риса-то не было. Хотя местное население, ну очень такое дружелюбное, несмотря на то, что люди очень бедные. И ребята нам предложили тоже видеть, что мы как бы, ну у нас нет чем обедать. Они говорят, давайте мы вам тоже риса дадим. Мы говорим, да нет, спасибо, объедать мы вас не будем. Это как-то не по-человечески. Ну единственное, что на лодке нет туалетов, и в туалет бегать надо на время остановок. Но это проблем особых не вызывало. Субтитры создавал DimaTorzok Непонятно, рыба морская. Непонятно, рыба морская. Вот это все морское. Такие кусочки стоят две тысячи, пол евро. Вот на 1 евро взяли такую вкусную рыбу, и говорят, самая вкусная. Хорошо, супер. Ох ты. Рыба еще нет. Тут просто раздолье. Любой рыбы. Это табак. Кофе. Ананасы, вот этот уголь их вечный. А я все смотрю, красный перец, розовый перец. Табак. А так? Косичками. Настоящий Мадагаскар. Да, да. Вот это вот... Прямо глубинка Мадагаскара. Тера. Настоящая деревня. Ну, она, конечно, такая крупная. Здесь останавливаются лодки. Поэтому деревня не маленькая. Ну, вот она прям вот нативный. Нативный Мадагаскар. Вот эти вот мандарины, несмотря на то, что они зеленые, они очень вкусные. Вон сахарные яблоки или сметанные, как по-разному называют. Ну, и рыба. Вон она. Прямо жарится тут, прямо вкусно. Вот жарование по-древесному углу. И там тоже самое. Водочки. Тут же сети по лощу, тут же утки. и утята, и гусята. Ну, как тебе деревня? Самые колоритные кадры у нас. Да, не хуже той, где дети толкли в ступе воду. Что, сколько они стоять-то еще будут? Неизвестно. Сколько стоять, неизвестно, да. Ладно, полезем на лодку. Время обеда на лодке. У нас рисовые какие-то бампушки. И рыба купленная за копейки, но очень вкусная. А местным разносят рис с бобами. Они сдавали по чашке сухого риса и им сварили. Мы с Ваней, конечно, не сдавали. Но нам все равно предложили. Но мы не стали объедать. Народ по-честному отказались. Это красивая такая деревенька тоже. Редактор субтитров А.Семкин субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Е. Так, прибыли мы в отель. В отеле вот такие бунгало. Стекол нет, но есть занавески, есть ставни. две кровати, в принципе, что нам и надо. И противомоскитная сетка. Нам, в общем-то, все устраивает. Ну, там санузел. Люкс. Да. Пять звезд. Картон Ритц. Мадагаскар. Мы сейчас по каналу проплывали. Местные в таких и живут. Ну, в общем, да. Для погружения в аутентичность, конечно, кому-то там, кто это самое, пять звезд там и так далее, метрополь, ну да, вам, наверное, не сюда. А вот, в принципе, меня все устраивает. Туалет есть, душ есть, противомоскитная сетка есть. Здесь это, в принципе, может быть необходимо, потому что, черт ее знает, что там с малярией. Там какие-то вот еще номера, я не знаю, но нам предложили такой нормальный. 25 тысяч ариари. Дай бог. Сколько? По 3 евро с человеком. Ну, вот да, 3 евро с человеком, Ваня мне говорит. Ну, вот такие расценки. Это город, в принципе, да. Завтра нам плыть еще сутки, и мы куда-то прибудем, не знаю даже, куда, и даже не помню, как этот город называется. Вань, повтори, пожалуйста. Ну, как название города и гостиницы? Ну, Севарика. Ну, Севарика. Название города. А гостиница? Гостиница там, чего там. Ре. Вулазара. Вулазара. Ну, вот, собственно, дорогие друзья. Что касаемо самих остановок, да, ты останавливаешься в интересных деревнях. Как раз в это время была предвыборная кампания, и везде плыли пароходы агитационные с колонками, дети выбегали, и взрослые там, бывает, вся деревня выбегала и встречала эти агитационные пароходы. дети танцевали, без штанов там, радовались невероятно там, с музыкой. Кандидаты все были с нимбами, с заревом за спиной, как будто они святые какие-то. Ну, то есть, расслоение на Мадагаскаре, конечно, гигантское, просто вот, те люди, которые там, депутаты выбираются, это люди образованные, как правило, богатые. А вместо населения, которое голосует за них, такие, они люди простые, бесхитростные, наивные во многом. Вот выбирают избранников, которые должны им, по крайней мере, они надеются, что они улучшат им жизнь. Блин, у меня все удивляет, вот кофе, копи, и все, и уже тебя не понимают. Медверь. И кофей. Ты борешь, парень? Муфа Дима, кофей, и рай. Рай – это один. Диме. Диме – это пять. Ладно. Конечно, это очень интересное путешествие, в том плане, что мы вот видим такие деревни, которых очень мало белых путешественников. Ну, туда попасть просто другим способом невозможно. Только вот на этой лодке и больше никак. Есть там, конечно, интересные моменты. Первый день мне вообще очень понравился. На втором, второй день было, к сожалению, гораздо меньше остановок, меньше таких вот деревень. очередная деревня у нас. кончился у меня интернет. 3 гигабайта я сажал за 11-12 дней. Надо бы еще купить, но здесь, наверное, мне нравятся вот эти вот кандидаты, видите, за спиной у него светятся. А тут прямо вот… А есть некоторые с нимбом. Вот такие крутые кандидаты. то есть не то, чтобы совсем белых-то нет. Они, видите, попадаются, но вот за два дня первый раз я их видел. Причем они на какой-то блатной лодочке на своей. Возможно, что-то какие-нибудь исследователи что-нибудь по науке делают и живут именно здесь. Это мы ночью шли без фонарей, без всяких и запилили прямо вот в тростник. И теперь все вот по счету. то ли заснул судоводитель, то ли не видел. Непонятно. В салоне свет у нас горит, а никакого ни прожектора, ничего. И мы с размаху на всю корпус судна залетели туда в камыши. Причем до города нам осталось пару километров. И мы с вами Продолжение следует...